Камила, добрый день! Давайте разберем ваш вопрос по поводу принта и то, что у вас не получается разобраться с его реальными физическими размерами и как его передавать производителю, ну или печатнику, или кто это будет, для того, чтобы он действительно у вас оказался на изделии. Да, действительно, мы обозначаем принт, какого он размера, для этого обязательно, ну желательно, во-первых, сгруппировать, что-то у нас не группируется, да, ерунда какая-то с ним. Вот, и если мы обозначаем размер, размер обозначается по самым выбирающим частям, да, то есть здесь мы с вами обозначили, здесь мы с вами обозначили и до какого, то есть это надо обязательно показать, то что вот оно размерка по самым крайним точкам, вот, и уже к ним потом на вылет, сейчас я покажу, как делать указатели, то есть вот мы показали, вот он сам реальный размер, и вот этот указатель, который у вас есть, да, он пойдет вот сюда. То есть давайте сделаем так, у вас этот принт видят впервые в жизни, у вас никто до этого на производстве его не видел, у них куча-куча принтов, им нужно, чтобы они сразу сообразили, что вы от них хотите. Поэтому максимально просто, максимально емко рассказываем, соответственно, производственникам о том, что мы хотим от них получить. Это что касается описания принта, да, то что вот мы им рассказываем, что здесь 14 сантиметров, здесь 21 сантиметр. Я обозначила так называемую такую вот коробочку, если вы когда-либо изучали черчение, то это вот как раз вот эти все выноски, но я понимаю, что это по чертежным стандартам я не совсем корректно сделала, да, но в любом случае человек, который этим занимается, он поймет, что вот крайние точки, мы по ним обозначились, здесь у нас 21, здесь 14. Теперь сам принт. Вот у нас есть с вами ваш принт, и мы можем посмотреть его реальные физические размеры. Вот здесь это когда у нас он взаимосвязан, размер между собой, когда они взаимосвязаны. Например, я хочу, чтобы у меня высота была 21 сантиметр. У меня миллиметры, поэтому 210. Так, не взаимосвязан у меня. Сейчас проверяем. 210 на... Смотрите, на 14 не получается. Если я здесь задам 140, то он получается вот такой сжатый. То есть вы указали вот этот размер некорректно. Если я задаю вашему изображению высоту 210, то ширина получается 19,7. Соответственно, вот этот размер у вас задан некорректно. У вас не смогут его так напечатать. 19,7. Если вдруг вы не видите вот эту панельку, на которую я смотрю, то что мы с вами делаем? Вы выбираете окно трансформирования. Если вдруг вот сверху вы этой штуки не видите, она работает только на выделенных объектах. То есть вы выделили объект, и она вам показывает, какого он размера. XY это положение на холсте, ну как обычная стандартная геометра. Это у нас с вами в миллиметрах. Если вдруг у вас не миллиметры, а вам нужно там сантиметр или так далее, то мы с вами заходим в редактирование, установки, единицы измерения. Вот здесь мы можем с вами показать, какие у нас единицы измерения будут в документе, и как мы это будем все с вами регулировать. Ну если вдруг у вас пункты окажутся, если вы создали некорректно. Так, теперь под это все дело мы можем подпихнуть монтажную область. Ну и соответственно монтажная область у нас должна, можно ручками, можно автоматически ее разместить. Вот, и при экспорте, когда вы будете сохранять, посмотрим, чтобы она не вылезала никуда. Вот он получается, ваш принт. И экспортировать его надо будет с чем? В режиме PNG с бесцветным фоном. Вот, то есть есть два типа, чтобы вы понимали. Есть тип описания, это схема, вот вообще их обычно приводят, если это общий документ, к формату А4. Ну то есть это либо такая книжечка PDF собирается, либо распечатывается. То есть вот эта вот схемка должна у вас разместиться на формате А4. А потом вот он у вас реальный размер, вы прям сохраняете отдельным файлом. Это у меня монтажная область номер 8, файл, экспорт, экспортировать как. Так, сейчас я сделаю, чтобы вам видно было. Секунду. Вот. Я возьму, мне нужна только восьмая монтажная область. Я пишу, что принт в реальном размере, принт в реальном размере, там у меня было, по-моему, если я не ошибаюсь, сколько там, 210 на 19,8. В общем, если я ошиблась, то надо будет потом поправить название. Вот. Здесь можно написать MMM. MMM. Вот. Дальше идем, сохраняя в экспорт. И вот здесь прозрачный фон. Окей. У нас с вами сохранился отдельный файл. Давайте я его просто открою через иллюстратор, но мы, как мы через него работаем, да? Куда он у меня пролетел? Вот он. Принт в реальном размере. Открываем. У меня получается изображение, которое на бесцветном фоне, которое будут распечатывать. Обратите внимание, скорее всего, у вас его попросят в формате RGB. Да? Вот. А у вас документ с миковой. Вот эти все штуки. То есть надо обязательно смотреть, как попросить. Вот. И он уже готовый. Соответственно, как видите, объект измеряется. Там 21 на 19,8. Вот. Его точно так же откроет печатник. Отдельно ваш принт. И отправит на печать. И вам только расположение нужно задать. Делать это следующим образом. То есть отдельно мы делаем схемку, показывая, как и что мы хотим видеть. Возможно, приписать, какие цвета. То есть, например, вот сюда показать стрелочкой и сказать, что это должно быть, как понтон такой. Это чтобы, когда будет происходить пробная цветопечать, чтобы вы убедились. Если, по крайней мере, это будет партия. Да даже когда печатаете что-то на футболке, на единичной, можно их попросить. Они буквально там 10 на 10 кусочек распечатают. Ну, куда-то, вот там полосочек. Просто посмотреть, что цвета корректно отражаются. Вот таким образом. Если есть вопросы, пишите. Это важный вопрос формирования принта. Делается это следующим образом. Продолжение следует...